Тема, которая касается практически каждого, ведь банковскими картами пользуются абсолютное большинство людей. И именно они зачастую становятся объектом пристального интереса со стороны мошенников. Способы отъема совершенствуются, преступники действуют все изощреннее. Теперь списать деньги злоумышленники пытаются и посредством Авито. Как не стать жертвой новой схемы мошенничества, расскажет Патимат Ханапова. Интернет-торговля теперь становится все более популярной. Простота и доступность процедуры – главная фишка онлайн-магазинов. Однако такое положение дел развязывает руки множеству аферистов. Относительно новым видом обмана стало мошенничество на Авито с картами. Одной из жертв такой схемы оказалась и жительница Дербента. Девушка выставила товар на сайт. Через некоторое время появился покупатель, который сообщил, что готов перевести деньги на карту. Но для этого необходимо продиктовать ему секретные данные. Я выставила коляску на Авито. Ко мне числом 17 мая звонит женщина. Она меня спрашивает, продаю ли я коляску. На что я ответила, да, я продаю коляску. Через некоторое время звонит уже голос мужчины молодой парень. Он говорит, вам звонила моя мама на что-то коляске, я хочу приобрести его для своего ребенка. Я могу ли вам на вашу карту этот отправить? Я сказала, мой телефон прикреплен, вы можете на мой телефон отправить. Он говорит, а если на карту вам перечислить? Ну, я тоже не первый раз продавала. Я сказала, да, можно. Необходимо помнить, запрещено передавать другим лицам данные на обороте карты, коды, передаваемые банком с помощью смс на ваш телефон. Также ни в коем случае нельзя вводить данные в банкомате, передаваемые аферистами. При их вводе преступник открывает доступ к вашим деньгам, однако обо всем этом, к сожалению, потерпевшая не знала. Он просто вошел в доверие, и она его назвала на коды своей банковской карты. То есть номер карты назвала ей обратный код. Он подключился к ее банковской карте, то есть перепривязал свой номер к ее карте, при этом она не поняла, что произошло. И в последующем подвел ее к банкомату, где под его руководством она выполнила команду, сняла деньги со своей карточки. И, введя ее в заблуждение, как бы в такой временной цепь нот, не дал ей опомниться, заставил ее назвать коды, которые приходили ей в смс-сообщениях. То есть таким образом он подключился к ней, оформил на ее имя кредит дистанционный, и после этого заставил выдать эти кредитные деньги через банкомат, а потом уже эти же деньги направить на его счета. После этого он отключил телефон и исчез со связи. Мошенники с каждым днем становятся все более изобретательными, придумывают новые способы хищения средств с банковских карт. Развитие онлайн-торговли и использование безналичных расчетов лишь способствует этому. Но тут скорее дело не в интернете, а в человеческой наивности. Так что лучший способ деньги уберечь – это положить трубку и не вестись на сомнительные предложения. Патиман Ханапова, Мурат Бекбарзов. При содействии МВД Дагестана.